Новости в эфире телеканала БТБ в студии Светлана Шевченко. Контактная группа по регулированию ситуации на востоке Украины договорилась об освобождении значительного количества заложников, захваченных террористами на Донбассе. Об этом сообщает официальный сайт организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, ОБСЕ создаст механизм мониторинга, который заработает после двухстороннего прекращения огня. Стороны также сошлись в необходимости обеспечить безопасный доступ международных следователей к месту падения Боинга. В частности, речь идет о прекращении огня в коридоре, которым сегодня миссия ОБСЕ смогла добраться к месту исследования. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Также он заявил, что боевики пообещали вернуть вагон с личными вещами погибших. В минских переговорах участвовали Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и официальный представитель председателя ОБСЕ Адельхейд Тельявени. Контактная группа продолжит работу на следующей неделе. В рамках рабочей контактной группы решено, что коридор, который был сегодня проведен миссией ОБСЕ вместе с партнерами из Нидерландов и Австралии, будет поддерживаться прекращением любых боевых действий на этом маршруте со стороны боевиков. И это решение в рамках трехстороннего группы сегодня принято. Пока только мой заместитель Александр Хаак имел контакты с переговорщиками на месте, и в конце наша команда добралась до места аварии. Я думаю, что это очень важно, потому что нам нужно постоянно иметь безопасный путь к месту аварии. Это ожидания людей и из Австралии, и из Нидерландов, и также из Малайзии. И я верю в то, что эту гуманитарную цель также разделяют все стороны. Напомню, группа международных экспертов миссии ОБСЕ сегодня наконец-то смогла поработать на месте падения Боинга. Специалисты осмотрели территории, на которой находятся части самолета. После выполнения своих функций миссия благополучно вернулась в место базирования. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров с премьерами Нидерландов Марком Рютте и Австралией Тони Эбботом. Глава государства отметил, что благодаря ратификации парламентом соглашения с Австралией и Нидерландами с 1 августа на месте падения Боинга в ежедневном режиме смогут работать специалисты гражданской полицейской миссии. Однако Петр Порошенко отметил, что важно, чтобы боевики поддерживали решение о перекращении огня в радиусе 20 километров, так же, как и это осуществляют силы антитеррористической операции. Арсений Ценюк останется в кресле премьера. За его отставку проголосовало всего лишь 16 депутатов. Парламент проголосовал за правительственный законопроект о секвестре бюджета и таким образом поддержал украинскую армию. Президент Петр Порошенко назвал это залогом совместной победы Украины и успешного проведения антитеррористической операции. Ведь ежедневно страна тратит на АТО 70 миллионов. О богатом на новости парламентском дне далее в нашем материале. В неочередное заседание Верховной Рады можно назвать днём сплошных интриг и практически исторических компромиссов. Депутаты собрались за закрытыми дверями, объясняя это тем, что парламент заслушает отчёт Минобороны о ходе АТО. Допуск контингента, отчёт министра обороны, а там ставились очень жёсткие, но чёткие вопросы, нуждающиеся в специальном допуске, потому что относятся к категории государственной тайны. Но причина не только в этом, уверены некоторые народные избранники. Откровенно вам скажу, дело не в том, государственная или негосударственная тайна, а в том, что политики, когда видят много камер, принимают неправильные решения, а политические, а нам нужно правильные. То, что нужные решения всё-таки будут, стало понятно ещё до начала заседания. Фракции, которые и ранее вышли из коалиции, сообщили, что переговоры с правительством по поводу проблемных законопроектов привели к компромиссу. Правительство нас услышало. У нас была очень тяжёлая ночь в переговорах с правительством. И то, что мы получили сегодня утром, фактически все предложения, которые выдвигала фракция «Удар» относительно отмены антисоциальных норм, были услышаны. Только что во фракции «Свобода» завершилась встреча с премьером Арсением Яценюком, и достаточно много вопросов нам удалось снять. Как результат, за законопроект о секвестре бюджета проголосовало конституционное большинство. Президент Пётр Порошенко, который лично наблюдал за заседанием, назвал голосование совместной победой. Мы продемонстрировали, что украинский народ и парламент могут быть едиными, и это единство является залогом нашей победы. И у меня нет никаких сомнений, что мы это будем демонстрировать и в дальнейшем. После этого спикер ставит на голосование вопрос об отставке премьера. Но такое предложение поддержали только 16 парламентариев, два регионала и 14 нефракционных. Арсений Яценюк воспринял это очень лаконично. Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая – это то, что Аргентина объявила дефолт, а вторая – что Украина не объявила дефолт и никогда его не огласит. Уже на отдельном брифинге премьер раскрыл карты сути законопроектов. По его словам, внесённые изменения в госбюджет и налоговый кодекс позволят профинансировать армию без существенного ущерба для малообеспеченных украинцев. Ведь в частности, дополнительные доходы получат за счёт увеличения рентной платы за использование природных ресурсов. Рента за полезные ископаемые. Первый раз мы повысили ренту с полутора до пяти процентов. Сегодня мы повысили с пяти до восьми процентов. Убеждён, что компании Рената Ахметова с удовольствием будут платить повышенный налог. До конца года также вводится военный налог полтора процента с работающих граждан. Народные избранники уже распределили средства, которые планируют направить на поддержку армии и восстановление инфраструктуры разрушенных городов Донбасса. Там предусмотрены средства 9 миллиардов на финансирование вооружённых сил и почти 2 миллиарда, 1,9 на возобновление разрушенных инфраструктур в Донецкой и Луганской области. Единственный законопроект, который сегодня не поддержали парламентарии, касается управления газотранспортной системой. Документ направлен на повторное второе чтение. Впрочем, премьер не сомневается, что закон всё-таки будет принят. Ведь этот проект не выгоден только Российской Федерации. Я убеждён в том, что этот законопроект будет принят, что Россия не получит в собственность украинскую газотранспортную систему, что мы вместе с нашими европейскими и американскими партнёрами по-новому отстроим энергетическую карту Европы и мира. Это в интересах всех и в первую очередь в интересах украинского государства. Решать вопрос ГТС депутаты будут уже на ближайшей парламентской неделе. Следующее заседание намечено на 12 августа. В повестке сессии будет вопрос об изменениях к избирательному законодательству. Ведь на встрече после заседания президент, спикер и премьер договорились с депутатами о сокращении избирательной кампании с 60 до 45 дней. Это сэкономит государству не один миллион гривен. Да, досрочные парламентские выборы – это уже реальность. И не потому, что этого хотят некоторые народные депутаты или чиновники, а потому, что 80% украинцев требуют. Но это в любом случае не будет в будущем препятствовать нашей совместной работе. Наталья Пругар, Роман Ковтун, Олег Павлюченко, Александр Котельников, БТБ. На позитивные новости из парламента мгновенно отреагировал и валютный рынок. После результативного голосования депутатов гривня укрепилась на межбанке. Если цена доллара к полудню достигла отметки 12,35-12,65, то после новостей из парламента гривня начала укрепляться и торги закрылись уже на уровне 12,15-12,30. Похожая динамика зафиксирована и по торгам пары евро-гривня. Максимум дня составил 16,53-16,94. Однако к закрытию торгов национальная валюта отвоевала позиции на уровне 16,25-16,45. Активная фаза антитеррористической операции может быть завершена менее чем через месяц. Об этом сообщил начальник генштаба Украины Виктор Муженко. За прошедшие сутки украинские силовики нанесли 24 артиллерийских удара по позициям боевиков в ненаселенных пунктах. Уничтожена живая сила и техника террористов, сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Летчики совершили 11 вылетов, из них 2 – медицинская эвакуация. В свою очередь террористы продолжали обстреливать позиции сил АТО из градов и минометов близ Авдеевки, червенно-партизанской и пограничного пункта пропуска Мариновка, также из минометов, но уже с территории России. Обстреляна тактическая группа в приграничном районе. Вооруженные силы Федерации накапливают войска и технику на границе с Субской и Харьковской областями. Дополнительную тактическую группу в составе танков и градов боевики развернули в Крыму. Российские спецслужбы организовали новую информационную атаку. На этот раз с целью дискредитировать частичную мобилизацию в Украине, сообщил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. По его словам, в разных регионах фиксируется волна телефонных звонков, проходят публичные акции, компанию координируют из России. А на местах провокаторы-гастролеры пытаются разжигать протестное настроение, спекулируя на чувствах родителей и жен военнослужащих и тех, кого мобилизуют. Многие из провокаторов были неоднократно замечены в пророссийских акциях в разных городах Украины. В СНБУ объясняют это желанием Кремля любой ценой расшатать ситуацию в стране, чтобы замедлить наступление украинской армии. Андрей Лысенко призвал граждан Украины быть более внимательными, чтобы не стать объектом спекуляции или участником московской схемы информационной провокации. Сначала через фейковых пользователей в социальных сетях были распространены лживые факты об арестах и задержании людей на улицах. Потом был искусственно повышен рейтинг фейкового месседжа о том, что юноши призывного возраста милиционеры вместе с военными хватают прямо на улицах, в поездах или автобусах и сразу отправляют в зону АТО. После этого через ряд проплаченных журналистов-пропагандистов это сообщение использовали в средствах массовой информации. Таким образом была создана виртуальная иллюзия правды. Конгрессмен США пообещал помочь в освобождении Надежды Савченко. Крис Гибсон, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, призвал коллег принять участие в освобождении первой украинской пленной женщины-пилота. В обращении политика выразил сожаление, что вопрос незаконного ареста Савченко в России не вызвал должной реакции в странах Запада. Сегодня в Воронеже украинскую летчицу в качестве заявителя допросили по факту ее похищения. В Следственном комитете России уверяют, что она проникла на территорию России под видом беженки и была задержана. Ее обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов. Все обвинения в свой адрес Надежда отрицает. Вот что она рассказала о своем похищении в единственном интервью после ареста. Плохо то, что это было тайно, это было действительно похищение и как бы это было удерживание. Они допрашивали там сначала, как сказали, как свидетеля, потом уже, понятное дело, как подозреваемого, потом все-таки посадили законно в русские тюрьмы. Плохо шел лут. Ребят, ну скажите честно. Ну да, все, разыграли, взяли. Не надо вот этих вот басен, что я там беженка, что я там убежала, еще что-нибудь. Официальный журнал Евросоюза обнародовал решение ЕС о третьей экономической фазе санкций против России. Ограничения предварительно одобрили накануне поспреда 28 стран Евросоюза. Напомню, новые санкции касаются доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введение эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также санкции затронули пять крупнейших банков России. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. А черный список физических лиц пополнили еще восемь человек. По словам представителей главы европейской дипломатии Майя Касьянчич, санкции начнут действовать с 1 августа. Кроме этого, Совет ЕС призвал третьи страны присоединиться в ограничительным мерам в отношении России, чтобы оказать наибольшее давление на Кремль. Около 4 тысяч заемщиков-военнослужащих обратились в банки относительно пересмотра условий кредитных договоров. Из них более чем по 3,5 тысячам случаев условия кредитования пересмотрены. Такую статистику приводит пресс-служба Национального банка Украины. 28 июля регулятор обратился с письмом к банкам, в котором наполнил о необходимости строгого и безусловного соблюдения положений закона в Украине и рекомендации МБУ. Невыполнение законных требований является основанием для применения к нарушителям адекватных мер воздействия, отмечается в письме регулятора. Напомню, 8 июня вступил в силу закон, который запрещает начислять штрафные санкции военнослужащим за невыполнение ими обязательств перед предприятиями всех форм собственности, в том числе и банками. Также мобилизованные освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. С момента начала боевых действий в Луганской и Донецкой областях были ранены 1236 украинских военнослужащих. Для спасения жизни солдат разворачивают полевые госпитали. Участники АТО говорят, туда крайне необходимо современное медицинское оборудование. На потребности армии отзываются волонтеры и благотворительные организации. Пулевые и осколочные ранения, ожоги, разрывы тканей, повреждения внутренних органов – это не полный список травм, которые ежедневно солдаты получают, освобождая страну от террористов. Минобороны говорят, сегодня ощущают острую нехватку оборудования, которое может спасать жизни бойцам. Нам нужны переносные ультразвуковые аппараты в полевые госпиталя. Нам нужна современная электрохирургия в полевые госпиталя. Нам нужен палаточный фонд современный надувной с жизнеобеспечением в полевые, в мобильные госпиталя. То есть это далеко не полный перечень. Один из этих двух аппаратов искусственной вентиляции легких в ближайшие дни отправится на восток Украины. Второй останется в главном военном клиническом госпитале, где сейчас на лечении более 120 бойцов из зоны АТО. Военным оборудование передала благотворительная организация Лига банков Украины. Их можно транспортировать с собой для помощи военнослужащим в зоне АТО. Они работают несколько часов без необходимого заряда. То, что раньше было, они работают, их хватает на 20 минут. То есть сейчас это будет оказывать помощь более необходимую. Кроме того, банкиры выступили с инициативой социально адаптировать раненых ребят после лечения в госпиталях. Речь идет о дальнейшем трудоустройстве отделения банка по всей Украине. Мы в банке будем трудоустраивать тех ребят, которые получили инвалидность, которые, может быть, не смогут вернуться на свои предыдущие места работы. Может быть, по молодости лет они вообще не имели места работы. Мы будем брать таких ребят, учить и трудоустраивать у себя в банке на правах абсолютно полноценных работников. Среди вакансий, на которые могут рассчитывать военные, должности юристов, экономистов и IT-специалистов. Виктория Лопатина, Владлен 0, БТБ. С 1 августа российский интернет под контролем ФСБ. В России вступает закон, который позволяет Федеральной службе безопасности беспрепятственно получать все личные данные пользователей, зарегистрированных на российских интернет-ресурсах. Согласно закону, это касается и граждан Украины, которые пользуются социальными сетями и электронной почтой в домене РУ. Чтобы обезопасить себя, СБУ и эксперты рекомендуют воздержаться от их использования. Ну а чтобы быть в курсе всей самой важной информации, смотрите телеканал БТБ. О обожидаемых событиях 1 августа далее в нашем анонсе. Внедрение системы противодействия коррупции в контролирующих органах и влияние общественности обсудят представители СБУ и эксперты. Депутаты Киевского горсовета передадут автотехнику батальонам территориальной обороны. Решение проблем эвакуации украинцев из зоны АТО обсудят чиновники и волонтеры. Редактор субтитров А.Семкин